Друзья, всем привет! С вами Олеся Селезнева, и в этом видео я хотела бы просто порассуждать с тобой на тему того, на что сегодня люди готовы пойти, чтобы преуспеть в сетевом бизнесе, в погоне за клиентом либо бизнес-партнером. Если ты, так же как и я, развиваешься в индустрии сетевого маркетинга, и ты понимаешь, о чем я говорю, досмотри это видео до конца, и если тебе откликнулись кое-какие вещи, обязательно поставь лайк или сердечко, мне будет приятно. Так вот, все мы с вами наблюдаем друг за другом, читаем посты, смотрим эфиры, сториз и так далее, и что я заметила, друзья. Сегодня рынок настолько переполнен предложениями, что наша компания круче всех, что наш продукт лучше всех, что у нас самый денежный маркетинг-план. Причем, когда начинаешь в нем разбираться, ну, честно сказать, порой иногда нужны такие сильные математические знания, чтобы в этом маркетинге разобраться. Но все мы понимаем, что мы работаем, друзья, с конечным потребителем, которому порой вообще вот совершенно все равно, какой у вас в компании маркетинг-план. Ему просто интересен, например, качественный продукт. И люди настолько на этом рынке стали перебарщивать свои методы работы, что просто создают негатив к тому роду деятельности, в котором они находятся. Так вот, я склоняюсь к тому, что сегодня есть несколько таких флагмановских направлений, где люди продвигают эту идею с помощью MLM-маркетинга. Это в основном биологически активные добавки, это красота, да, уходовая косметика, декоративная косметика, это средства по уходу за домом и парфюмерия. Вот наиболее часто встречающиеся мне предложения и могу наблюдать за коллегами, которые тоже развиваются в данных направлениях. Так вот, ситуация становится иногда настолько интересна, что напоминает такой, знаете, анекдот, когда встречаются два человека, один любит чай, другой кофе, и один другому пытается доказать, что чай вкуснее, чем кофе, а тот говорит, нет, ты ничего не понимаешь, кофе вкуснее, чем чай. И вот порой мы действительно пытаемся клиенту доказать, что сахар сладкий, а соль соленая, да. Те предприниматели, которые продвигают косметику путем сетевого паркетинга, начинают нести флаг, что у нас в нашей компании первый появился, там, не знаю, сертификат безопасности, а другой сетевик говорит, а вот в нашей компании продукт лучше, потому что у нас есть вот такой-то сертификат. При этом, например, я человек, да, как потребитель, читаю, и мне все равно, кто там что первый получил, какой у вас вообще маркетинг-план, мне просто интересен продукт хорошего качества по доступной цене, потому что, конечно, потребитель он платит рублем. Но еще смешнее, когда, допустим, один представитель сетевой компании, который продвигает БАДы, доказывает представителю другой сетевой компании, который продвигает, ну, например, ароматы, что БАДы – это классный, легкий вообще продукт, и вообще как тяжело работать с парфюмерией, что нужно ходить с сумками, предлагать парфюм, ну, а вот БАДы-то, БАДы можно сегодня онлайн продвигать, и даже если вы, не знаю, находитесь там чуть ли не в роддоме, не в больнице, онлайн вообще можно творить везде, где хочешь. Более того, есть вещи, которые меня, как, ну, простого обывателя человека, да, они просто пугают, потому что сегодня я читаю призывы, что подключившись в нашу команду, ты можешь пройти курсы нутрициологии, и прошу прощение, если я в каких-то буквах ошиблась, но смысл такой, что сегодня ты можешь пройти курсы и уже с завтрашнего дня назначать биологические активные добавки и помогать людям в решении их проблем со здоровьем. И здесь, друзья, я действительно задумываюсь, потому что люди на врачей лечатся 7 лет, и порой не всегда, даже при очном осмотре, человеку могут поставить правильный диагноз и начать его правильно лечить. Поэтому иногда мне, ну, страшно за таких людей, ведь это какая должна быть ответственность. Сегодня, когда меня добавляют во множество клиентских чатов разных сетевых брендов, и, допустим, всем поголодно рекомендуют пробивать антиковидную программу, не разобравшись вообще, а есть ли у меня какие-то противопоказания? Ведь даже мед может быть для кого-то полезностью, а для кого-то смертельно опасным компонентом, друзья. Или же сегодня всех призывают прям вот начать очистку организма. А может быть человеку вообще вот, ну, совершенно все равно, есть у него паразиты, нет у него паразитов. Он любит пищу такую, какую он любит, ему все равно, да, но тем не менее он ходит в магазины и покупает какие-то там, я не знаю, зубные пасты, шампуни и так далее, да. Но человек навязывает ему то, что он продвигает, и тем самым вызывает негатив как к бренду, так и, ну, к личности. Сегодня я столкнулась с таким постом, где девушка пришла в компанию, опять же, продвигающей биологически активной комбатой. Ничего не имею против. Каждая компания по-своему хороша. И сегодня нет, друзья, плохих маркетингов, планов. Это я вам говорю с тысячной убежденностью, потому что не первый день в этой индустрии. И именно поэтому сегодня люди изощряются, пытаясь доказать, что вот у них-то лучше и делают. Порой это очень непрофессионально, потому что говорить в посте о том, что парфюмерия – это сложный продукт для продвижения, и что в декрете это сделать невозможно. Постойте, друзья, я тот человек, который читает этот пост, и мне смешно. Знаете почему? Потому что именно в декрете, благодаря такому легкому продукту, как парфюмерия, я смогла выйти из финансового кризиса. И именно потому, что я была в декрете, у меня не было возможности работать от звонка до звонка в офисе и все время всем ходить и предлагать продукт, а именно я его строила онлайн. И мне посты такие, ну, очень смешно читать, либо я понимаю, что человек, он просто не до конца разобрался, и порой люди, не разобравшись в определенной концепции компании, говорят всякую ерунду. Ну, например, в компании, где уже куча разных направлений, они говорят, что это парфюмерная компания. Причем такие мегаэксперты знают даже на каких заводах производится продукция, хотя она давно там не производится, но человек же пытается показать свою экспертность. Поэтому мне со стороны это наблюдать смешно, и действительно я от всего этого настолько устала, и порой кажется, что устали от этого все люди, которые приходят из одной компании в другую. Сначала они говорят хорошо об одной компании, перейдя в другую, они говорят, что а вот там-то было плохо, а вот здесь хорошо. Друзья, вы не устали от этого? Я понимаю, что это делают люди, которым близка идея сетевого маркетинга, и она действительно, друзья, уникальна, потому что сегодня многие крупные компании традиционного бизнеса, банки, они уже осознали, что человеческая реклама, рекомендация человеку к человеку действует гораздо сильнее любой другой рекламы. Рекламы и призывы там «Приди сам», «Приведи друг», они буквально на всех остановках, на всех магазинах такие лозунги. Почему это происходит? Потому что действительно мульти-левел система, продвижение с помощью сетевого маркетинга это очень классная идея. Но вместе с тем, что люди устали от навязывания чего-то конкретного, от непрофессионализма многих дистрибьюторов различных, хороших, замечу, компаний, они стали уходить на внешний рынок. И порой бывает, приходишь к клиенту, а он говорит, «Слушай, а я уже заказал на Азоне то, что мне нужно, потому что я туда спокойно зашел, спокойно выбрал то, что мне надо, мне никто не говорил, что у нас лучше, а у нас круче, а вот купи у меня, и получишь там такую-то морковку». Я спокойно сделал свой выбор сам, купил и остался доволен. Так вот, что бы такого ни происходило, друзья, сегодня есть решение, сегодня есть уникальная возможность выйти из вот этих вот крысиных бегов и начать действительно очень современный, очень грандиозный бизнес, где идея сетевого маркетинга, она соединена с идеей покупки товаров на marketplace. И действительно, эта идея сегодня номер один на рынке. До сегодняшнего дня не было таких компаний, которые бы позволяли человеку совершать покупку на marketplace, покупать неограниченное количество товаров, не быть привязанным к какому-то отдельному бренду. Человек сам заходит, он видит ассортимент, он делает привычные ему действия, а вы зарабатываете, потому что вам нравится эта идея, потому что вы понимаете силу сетевого маркетинга. Но при этом вы ни с кем не конкурируете, и вы можете зарабатывать абсолютно с любого сегмента, не зацикливаться на каком-то определенном монопродукте или на каком-то направлении. И самое интересное, что вы продаете не конкретный продукт, вы продаете человеку идею, а человек, придя на этот marketplace, делает привычные ему действия, ему комфортно, вам бизнес в кайф, ему выгодно, потому что за каждую покупку он получает кэшбэк, то есть он не просто тратит деньги, он еще и экономит, а вы на этом зарабатываете. Поэтому, если ты действительно сегодня проникнут идеям сетевого маркетинга, но действительно устал от этих постоянных доказываний чего-то кому-то, перехода из одной компании в другую, пиши мне в личном сообщении, я обязательно тебе расскажу более подробно о той возможности, которая сегодня единственная есть на рынке. Ну а в следующих видео я более подробно расскажу о этой идее, о развитии маркетплейса, соединенного с идеей сетевого маркетинга.